Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» это внедорожник. Культовая модель культового автомобильного производителя. Если вам нужен полноразмерный рамный автомобиль, и при этом вы не хотите слишком много потерять на его перепродаже, то есть машина для вас не только средство передвижения, но и своего рода инвестиции, то своим вниманием при выборе эту модель вы точно не обойдете. Встречайте, Toyota Land Cruiser Prado в кузове J150. Toyota Land Cruiser Prado в кузове J150 дебютировал в 2009 году и продолжает выпускаться по сей день. У этого автомобиля было два рестайлинга в 2013 и в 2017 годах. Все машины, поставляемые на российский рынок, имели только полный привод, коробка передач могла быть механическая, либо автоматическая. Ну а вариантов двигателей под капотом этого автомобиля, в зависимости от года выпуска, могло быть четыре. Два бензиновых и два дизельных агрегата. Бензиновые двигатели объемом 2,7 литра, мощностью 163 лошадиные силы, 4-литровый V6 на 282 лошади и два дизельных агрегата на 173 объемом 3 литра и 177 лошадей, объемом 2,8. Последний является самым современным мотором, который вы можете купить под капотом Prado. Наш сегодняшний экземпляр это 2011 год. Двигатель бензиновый, 2,7 литра на 163 лошадиные силы, коробка передач, автомат. И по традиции в начале обзора несколько слов про кузов автомобиля, про толщину и качество окраса, а также о том, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, большинство Land Cruiser Prado в 150 кузове продемонстрируют вам значение от 100 до 150 микрон, если говорить про родной окрас. Что касается качества самого окраса, конечно же, эта машина имеет свойство ловить сколы, особенно, допустим, на краю капота и в местах, подверженных повышенному сколообразованию. Также со временем к большим пробегам лакокрасочное покрытие на Prado имеет свойство затираться. Особенно успешно можно добиться подобного эффекта, если мыть автомобиль на даче из ведра речной водой. В этом случае, особенно на автомобилях темного цвета, спасет только полная полировка. А вот в том, что касается коррозии, на Land Cruiser Prado, в принципе, все обстоит достаточно неплохо. Да, глубокие сколы до металла на этих автомобилях лучше подкрашивать сразу, поскольку они могут цвести. Также при осмотре экземпляра с большим пробегом, либо ранних годов выпуска, можно посмотреть более пристально на кромку капота, на пятую дверь и подглянуть также на предмет отсутствия коррозии внутреннюю часть низа дверей. Хотя, в общем и в целом, коррозия на кузове Prado 150 встречается не так уж и часто. Гораздо чаще можно столкнуться с наличием ржавого налета на раме автомобиля. Однако, рама здесь достаточно прочная, толстая и гнить до дыр она будет очень и очень долго. Единственное, на что точно следует обратить внимание при осмотре конкретного подержанного экземпляра, так это начитаемость номера рамы, поскольку именно он в данном случае является основным идентификационным номером автомобиля. Номер рамы расположен за правым передним колесом и проще всего будет увидеть его, если вывернуть передние колеса до упора влево. Что касается каких-либо характерных моментов, связанных с салоном Land Cruiser Prado 150, то их по большому счету нет. Да, многие владельцы жалуются на появление к большим пробегам сверчков по салону. Также встречаются царапины и затертости на панелях под алюминий, но это все, скажем так, вкусовщина. Вещи это чисто субъективные, так же как и удобство посадки, например, и вообще внутреннее убранство. Поэтому о них мы, конечно, говорить не будем. Единственное, что стоит отметить, так это то, что на этом автомобиле ручки управления климатом могли бы быть и попрочнее. Достаточно просто сломать подобную ручку и впоследствии придется либо заниматься пайкой, либо менять в сборе весь блок климат-контроля, что, конечно, будет достаточно небюджетно. Крайне-крайне редко попадается на этих автомобилях проблема с подрулевым шлейфом. В этом случае могут как не работать клавиши управления громкости, например, на руле, причем вместе со штатной аудиосистемой, а также может гореть контрольная лампа airbag. Поэтому при осмотре автомобиля, изучая комбинацию приборов, обязательно включите зажигание и посмотрите, чтобы все контрольные лампы отрабатывали исправно. Ну, а теперь поговорим про силовые установки Land Cruiser Prado 150. Базовый бензиновый двигатель, как в нашем случае, имеет объем 2,7 литра, мощность 163 лошадиные силы и что-то около 246 ньютон-метров крутящего момента. Маркировка этой силовой установки 2 TR-FE. Этот двигатель был разработан на основе уходящего в 2003 году на покой 3RZ-FE, который ставился на огромное количество автомобилей, в том числе на Surf и 4Runner. И зарекомендовал себя там с точки зрения надежности очень и очень даже хорошо. В данном случае по конфигурации это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров. В качестве привода ГРМ на этом двигателе применена цепь. Причем цепи-то, надо отметить, каких-либо поводов для беспокойства владельцам абсолютно не подкидывает. Эти моторы имеют систему изменения фаз газораспределения ВВТА на впускном распредвалу, а с 2015 года начали применять и вторую муфту на выпускном распредвалу. Данные моторы уже маркируются как Дюо ВВТА. Здесь применен пластиковый выпускной коллектор, электронная дроссельная заслонка и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Так что заниматься регулировкой на этом моторе вам не придется. Несмотря на то, что с этим двигателем Prado достаточно нерасторопный и разгоняется он достаточно степенно, но зато он делает это на протяжении многих и многих сотен тысяч километров пробега, практически ничего не требуя взамен. Каких-либо характерных неприятностей у этого мотора по сути дела нет. Редкие проблемы могут быть связаны с навесным оборудованием, с таким, как, например, насос системы охлаждения. Но это традиционное уязвимое место у большинства Toyota. Поэтому за помпой на этом двигателе вам придется время от времени посматривать. Ну и при необходимости, в случае, если она зашумела либо побежала, ее, соответственно, менять. То же самое относится и, например, к подшипнику компрессора, кондиционера, подшипнику генератора, приводному ремню. Но это все моменты, которые, во-первых, случаются здесь не так часто, а во-вторых, могут случиться и на любом другом автомобиле. На старых версиях этого мотора, которые ставились еще на 120-ке, были определенные проблемы с сальниками коленчатого вала, которые могли начать бежать на относительно небольших пробегах. Но к моменту, когда двигатель добрался до 150-го кузова, эту проблему уже устранили за счет выпуска ревизионной детали. На практике ресурс этой силовой установки превышает 400 тысяч километров пробега. По транспортному налогу 163 лошадиные силы также абсолютно не обременительны. Но не стоит думать, что покупая Prado с мотором 2.7, вы значительно выиграете по расходу относительно 4-х литрового собрата. Поскольку автомобиль остался столь же тяжелым, а силовая установка далеко не самая мощная, в случае, если вы будете пытаться ездить на этом автомобиле так же, как на 2.7, вы не только значительно подсократите ресурс самого мотора, но и обеспечите практически идентичный 4-х литровому мотору расход топлива. Разумеется, для более или менее беспроблемной эксплуатации рекомендуется подсократить замену масла хотя бы до интервала 8-10 тысяч километров. Из неприятных особенностей данной бензиновой четверки можно разве что отметить повышенную, скажем так, вибрацию и шумовой фон. Prado с двигателем 2.7 бензин не сказать, что прямо сильно-сильно лучше по части вибронагруженности, чем дизельные агрегаты. Поэтому, если вам нужен комфорт передвижения в автомобиле сопряженной с тишиной, то вам придется, смирившись с высоким транспортным налогом, все же присматривать для себя версию о 4-х литрах. И этим 4-х литровым агрегатом будет один GRFE. А по наименованию этот мотор точно такой же, как и на 120-м кузове, но вот по содержанию есть отличия. К моменту, когда эта силовая установка попала под капот 150-го кузова, над ней провели серьезную модернизацию. И коснулась она в первую очередь головки блока цилиндров и поршневой группы. Поршневая на этом моторе у 150-ки стоит облегченная, а головка блока цилиндров теперь имеет не один фазовращатель, а два. И, соответственно, маркируется Dual VVTi. Также слегка изменили впускной коллектор и, в общем-то, увеличили степень сжатия относительно предыдущей версии 1 GRFE. Все это суммарно позволило поднять отдачу до 282 лошадиных сил, что, конечно же, обуславливает довольно неприятную ставку транспортного налога в некоторых регионах. Кроме того, 1 GRFE достаточно прожорливый агрегат, но, пожалуй, оптимальный для подобного веса. Ждать от полноценного рамного внедорожника расхода топлива в городском цикле менее 20 литров, пожалуй, наивно. Поэтому, если вы покупаете машину с таким агрегатом, будьте готовы к высоким затратам на топливо. Привод ГРМ на этих моторах цепной. Цепи эти весьма ресурсны и могут потребовать замены где-то уже ближе к 250-300 тысячам километров. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих двигателях нет, и регламент регулировки – это 100 тысяч километров пробега. На практике не так уж много владельцев сталкивались с необходимостью регулировать клапана. Из каких-либо характерных вопросов, которыми может озадачить этот мотор своего собственника, пожалуй, выход из строя муфт системы ВВТА к большим пробегам, которые возвещают о необходимости замены характерным дизелением, стуком при работе, ну, либо скрежетом при запуске. Также здесь нужно следить за состоянием насоса системы охлаждения. Помпа при малейших следах антифриза, подтеках, ее лучше от греха подальше заменить. Ну и стоит не забывать периодически чистить дроссельную заслонку, если вы столкнетесь с проблемой, к примеру, низких оборотов холостого хода. В общем и в целом, 1G RFE на Prado, несмотря на облегченную поршневую, по-прежнему крайне надежная силовая установка, чей ресурс может превысить 400 тысяч километров пробега. Менять масло на этом моторе также желательно раз в 8-10 тысяч километров пробега, не реже, в зависимости от условий эксплуатации. Ну а если цифры расходов 18, 20, 25 литров по городу вас пугают, то, скорее всего, вы будете рассматривать для покупки дизельные версии. Сейчас о них и поговорим. Первый дизельный двигатель, про который мы пару слов скажем, это мотор, который находился под капотом 150-ки с момента его появления на конвейере. Данный двигатель носит маркировку 1КД-ФТВ, имеет мощность 173 лошадиные силы. Это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров и системой впрыска Common Rail. Что касается данного мотора, то 1КД-ФТВ это единственный двигатель на Prado, где привод ГРМ не цепной, а ременный. Регламент замены ремня 150 тысяч километров пробега. Причем лучше все-таки этот регламент 1000 на 15-20 подсократить от греха подальше, поскольку последствия обрыва ремня для данного двигателя могут быть крайне неприятными в финансовом плане. Также этот дизель лишен гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. И регламент производителя предусматривает регулировку чуть ли не раз в 40 тысяч километров пробега, что достаточно странно, поскольку, как правило, даже к пробегу 200 клапанные зазоры на этих дизелях еще в норме. Что касается турбины, то ее ресурс около 200 тысяч километров пробега, после чего она может попроситься на обслуживание, либо в ремонт. Также следует помнить, что когда дизель радует вас топливной экономией, он по факту не экономит ваши деньги, а дает их вам взаймы под процент. И этот самый процент он может взыскать где-то к пробегу около плюс-минус 200 тысяч километров, в зависимости от качества топлива в вашем регионе, там, где вы эксплуатируете машину. А дело в том, что к этому пробегу, в принципе, уже могут потребовать ремонта, либо замены, сам ТНВД, топливный насос высокого давления, либо какая-то из форсунок. Стоит это все достаточно серьезных денег. Также стоит сказать про один довольно неприятный момент, который был характерен до 2013 года. Впоследствии модернизировали конструкцию поршней, и проблема исчезла. А проблема эта была связана с появлением трещин на поршнях. Особенно это касалось автомобилей, которые были чипованы своими владельцами, то есть на машинах, где подняли давление на дуо относительно стандартных величин. Правда, надо отметить, что подобные проблемы приключались у владельцев Prado на пробегах, как правило, до 100 тысяч километров. И если трехлитровый дизель даже ранних годов выпуска, который вы смотрите, уже пробежал свыше 300 тысяч, а скорее всего так оно и будет, и в нем еще ничего не вышло из строя, то после тщательной диагностики такой двигатель все же покупать можно. Но при этом, конечно, нужно отложить определенную сумму на возможные проблемы с топливной аппаратурой. Кстати, 1КД-ФТВ, естественно, имеет систему EGR, или Exhaust Gas Recirculation, то есть рециркуляция отработавших газов. И клапан EGR имеет свойство зарастать отложениями со временем, поэтому раз в 50-60 тысяч километров его крайне желательно чистить. Если предыдущий собственник, конечно, не позаботился в кавычках об экологии, отглушив EGR и поменяв прошивку мотора. Подытоживаем про 1КД. Ресурс этой силовой установки при благоприятном стечении обстоятельств более 400 тысяч километров пробега. Если беда не приключилась у первого владельца этого автомобиля, и машина не была чипована, эксплуатировалась в нормальном режиме, без каких-либо запредельных нагрузок, то, с большой долей вероятности, этот дизелек будет бегать. Если, конечно, его обслуживать. Помните о том, что это турбомотор, а, соответственно, интервал замены масла здесь, это 6 тысяч километров до замены. Ну и последний двигатель, который можно купить под капотом 150-ки, правда, при условии, что машина выпущена в 2015 году, либо позже, это дизель с маркировкой 1ГД-ФТВ. Мотор 4 цилиндра, чугунный блок, нигельзованный, объем 2,8 литра, мощность 177 лошадиных сил. Этот двигатель уже отвечает нормам токсичности Евро-6, и это самый современный мотор под капотом Прада. На этом двигателе также применена турбина с изменяемой геометрией, на нем также имеется полный набор экологических прибут, в том числе и сажевый фильтр, и система EGR, которую также нужно обслуживать время от времени. А вот к плюсам данного мотора, более современного, относится хорошо продуманная система охлаждения поршней. В частности, внутри самого поршня в данном случае есть маслоканалы. Плюс установлены дополнительные маслофорсунки, которые не дают поршням перегреваться и обеспечивают дополнительную смазку при работе. Поэтому каких-либо проблем наподобие растрескивания поршней на 1КД на этом моторе вы уже не встретите. По большому счету, по поршневой группе на 1ГД ФТЕ все благополучно. Единственное, что может здесь подвести, это топливная аппаратура, и тут, конечно, все упирается в качество солярки в вашем регионе. Так что на всякий пожарный имейте отложенную в кубышку сумму на замену тех же самых форсунок, если это внезапно понадобится. В целом же, к плюсам нового дизеля можно отнести более тихую и плавную работу, в том числе и благодаря модернизированным подушкам двигателя, и неплохую топливную экономичность. Какой бы силовой агрегат вы не предпочли, покупать подобный автомобиль стоит после тщательной диагностики. Ну а в случае с дизелями это правило становится актуально втройне. Подобный автомобиль лучше покупать, будучи уверенным в его исправном состоянии. В противном случае ремонт дизеля может оказаться настолько дороже, что никакая топливная экономичность уже его не отобьет при среднегодовом пробеге около 20 тысяч километров. Что касается коробок передач на Prado в 150-м кузове, то здесь слово одно – надежность. Это касается как автоматических трансмиссий производства Aisin, которые, как правило, никак не проявляют себя, выхаживают пробеги далеко за 300-400 тысяч километров пробега, при условии, что в них хотя бы иногда меняют масло. Хотя бы раз в 50 или 70 тысяч километров пробега все зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, насколько в жестких условиях и насколько активно вы ездите. Ну а механика, которая агрегатируется в данном случае только с младшим мотором объемом 2,7 литра, также не огорчает и не расстраивает своих собственников какими-либо проблемами. Ресурс сцепления, кстати, около 200 тысяч километров, что достаточно много. Ну а теперь поговорим про ходовую часть Land Cruiser Prado в 150-м кузове. Как и следует ожидать от полноразмерного рамного внедорожника, ходовая часть этого автомобиля очень и очень крепкая. По легковым меркам ресурс многих компонентов подвески просто огромен. В частности, ресурс сайлинблоков и амортизаторов на этом автомобиле зачастую превышает 150-200 тысяч километров пробега. Естественно, при условии, что машина все-таки только периодически съезжает с асфальтированной дороги и используется по прямому назначению. Рулевые тяги и наконечники служат порядка 150 тысяч километров до замены, если говорить про оригинальные запчасти. Традиционно самый слабый на большинстве автомобилей узел, стойки и втулки стабилизатора выхаживают на Prado как порядка 120 тысяч, а в некоторых случаях даже больше. В общем, если вы посмотрите на ходовую часть Land Cruiser Prado 150, то на ум придет, пожалуй, только одно слово – основательность. Касается это и шаровых опор, и ступичных подшипников, которые голову владельцам подобных автомобилей, как правило, не греют. По сути дела, в ходовой части Land Cruiser Prado чаще прочего замены будут требовать тормозные колодки. А тормоза на этих автомобилях можно было бы сделать и с большим запасом по ресурсу, так как при активном педалировании, соответственно, при столь же активном торможении, при эксплуатации подобного автомобиля вы можете столкнуться с необходимостью менять тормозные колодки где-то раз в 20-25 тысяч километров. Ну а ресурс тормозных дисков будет побольше, но менее, чем они могли бы отходить на каком-то другом автомобиле. Порядка 50-70 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации. Покупая и эксплуатируя Land Cruiser Prado стоит помнить о том, что вы имеете дело с полноразмерным внедорожником, а не с кроссовером. Соответственно, на этом автомобиле присутствует полноценная раздаточная коробка с понижающей передачей и, соответственно, большое количество крестовин на карданных валах. Так вот, крестовины эти вам нужно будет взять за правило периодически шприцевать. В случае, если игнорировать эту процедуру, то рано или поздно вы можете приехать на замену всего кардана в сборе, что будет стоить весьма недешево. Несмотря на то, что при покупке мы настоятельно рекомендуем проверить исправность раздаточной коробки во всех режимах, но, тем не менее, каких-либо проблем она подкидывает крайне редко. И то, если это и случалось на некоторых автомобилях, на очень небольшом количестве автомобилей стоит заметить, то, как правило, виной тому был актуатор. Еще один момент, на который обязательно нужно обратить внимание и про который следует знать, если вы выбираете подержанную 150-ку, связан с рулевым управлением, но не с самой рейкой. Она-то как раз на этих автомобилях сюрпризов не подкидывает и выхаживает многие сотни тысяч километров пробега. Проблема с люфтами и стуками в рулевом здесь может крыться в самом рулевом валу, а конкретно в износе шлицевых соединений. Соответственно, единственный кардинальный способ вылечить данную проблему, как правило, это замена рулевого вала в сборе, что не особо-то дешево. Так что, если на понравившейся вам 150-ке при езде по неровностям вы чувствуете четко отдающийся в руль стуки, не надейтесь на то, что отделаетесь с заменой рулевых тяг и наконечников. Разберитесь в вопросе пристально. И вполне возможно, что данная неисправность будет неплохим поводом поторговаться с продавцом. Что касается задней подвески Land Cruiser Prada 150, то в данном случае у нас есть мост, с которым, как правило, ничего особо-то и не случается. И рычаги, сайлентблоки задней подвески также выхаживают порядка 200 тысяч километров до появления каких-либо проблем. Имейте в виду, что необходимость ремонта компрессора, пневмоподвески, либо замены баллонов – это удовольствие весьма и весьма небюджетное. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обязательно погоняйте пневмоподвеску во всех режимах и посмотрите, насколько быстро или наоборот очень медленно автомобиль меняет клиренс. Хотя в целом пневма здесь не настолько проблемная, чтобы только из-за этого отказываться от покупки автомобиля и бегать в поисках версии на пружинах. Также при осмотре подобных автомобилей можно столкнуться с тем, что машина как бы накренена на одну сторону больше, чем на другую. В случае, если подобное наблюдается на автомобиле с пружиной подвеской, как правило, это говорит о необходимости поменять пружины между сторонами в связи с их естественным, скажем так, износом. Ну а если говорить об автомобилях, которые имеют с завода установленную систему КДСС, то есть систему креноподавления, все может быть уже серьезнее. Кстати сказать, сам производитель на автомобилях, оборудованных системой КДСС, допускает перепад высоты между сторонами автомобиля до 2 см. Что такое система КДСС? Это система активного стабилизатора поперечной устойчивости. В случае, если автомобиль, который вы смотрите, будет оборудован подобной системой, то по левой стороне вместо обычной стойки стабилизатора вы увидите гидравлический цилиндр. Система КДСС – это гидравлика с замкнутым контуром. Куда заливается специальная гидравлическая жидкость. И по идее она заливается туда на весь срок службы. Менять жидкость приходится только в случае разгерметизации системы. То есть как раз таки в случае ремонта. О том, что система КДСС на данном экземпляре скоро запросится или уже требует ремонта, могут свидетельствовать как непосредственно горящие на панели приборов сигнальные лампы системы КДСС, так и посторонние звуки, стуки и скрипы по левой стороне автомобиля при езде. Поэтому при тест-драйве подобного автомобиля обязательно прокатитесь по неровной дороге и желательно с выключенным радио. Помните, что если дело дойдет до замены тех же самых гидроцилиндров, то это будет стоить весьма и весьма недешево. Также, если ваш Прадо оборудован системой КДСС, то у него в подбрюшье расположен блок этой самой системы, где находится насос и резервуар или гидравлический аккумулятор. Так вот, все это хозяйство прикрыто сверху кожухом, и под этот кожух замечательно набивается грязь, после чего получается хорошая влажная среда для развития коррозии на разъемах. Так что при покупке подобного автомобиля желательно посмотреть, в каком состоянии в плане чистоты и влаги находится сам этот блок и разъемы на нем, дабы впоследствии не менять недешевый узел. Правда, некоторые владельцы предпочитают не возиться с системой кореноподавления, а просто деактивировать ее, заменив стабилизаторы на обычные. Зачем, собственно говоря, КДСС нужен? Эта система позволяет варьировать жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, зажимая его при езде по асфальту, чтобы придать тяжелому мостовому внедорожнику легковую управляемость, насколько это будет возможно, и наоборот, ослаблять жесткость стабилизатора при езде вне дороги, где как раз требуются хорошие значительные ходы подвески, улучшая таким образом, по крайней мере в теории, внедорожные качества автомобиля. Если от этой системы какая-то практическая польза, лучше спросите у самих владельцев прадиков с КДСС. Итак, какие выводы можно сделать под все вышесказанное про Land Cruiser 150? Можно ли рекомендовать подобный автомобиль к покупке или нет? Ну, разумеется, можно. Правда, есть одна оговорка. Перед покупкой подобного автомобиля обязательно прокатитесь на нем. Наверняка есть определенная категория людей, которые больше ценят в автомобиле, скажем, рулежку, динамику разгона или какой-то более продвинутый уровень комфорта. И таким людям, скорее всего, 150 может на ходу не понравиться. Однако этот честный автомобиль, по большому счету, отрабатывает свои деньги, которые вы за него уплатили в плане надежности. Единственная рекомендация, если вы рассматриваете для себя подобную машину, мы бы не советовали покупать дизеля 3 литра ранних годов выпуска. Ну, или покупать проверенный автомобиль с прозрачной историей и после тщательной диагностики. Помните о том, что Land Cruiser Prado, несмотря на шильдик Toyota, по части ремонтов и содержания, не сказать, что вы очень дешевая машина. Особенно это касается автомобилей максимальной комплектации, которые имеют на борту пневмоподвеску, систему креноподавления и дизельных версий. Поэтому при покупке подобной машины постарайтесь не поскупиться на качественную диагностику, но все же взять машину, не требующую вложений, либо требующую вложений по мелочам, счет за которые будет вам заранее хорошо известен. Но по большому счету 150-ка – это все тот же крепкий, надежный и простой по конструкции автомобиль. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас есть или был Prado в 150-м кузове, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok